Внимание! Говорит школьное радио Лопатина ФМ. Будущие звезды радио эфира делают свои первые шаги в новом для себя деле. Здесь надо не просто с выражением прочитать текст, а передать всю глубину и масштабность события. Ребята с поставленной задачей справляются. Все события пока связаны с патриотическим воспитанием, потому что и ребятам пока эта тема близка, она им интересна. Они, то есть те, которые задействованы именно на школьном радио, у них как раз школьная программа с этим связана, то есть им это чуть ближе. В перспективе, я думаю, что у нас будет и музыкальный контент, и какой-то творческий, и конкурсы. Два выпуска, посвященные памятным датам Великой Отечественной войны, имели большой успех среди учеников. Всю программу разложили на пять голосов и выпустили как настоящий радиоспектакль. Работаешь не один, а в целой команде. Вы вместе с другими ребятами можете не только читать и рассказывать другим, но и самим узнавать что-то новое. Я много узнал из битв под Сталинградом, а также про блокаду. А вот корреспонденты школьной газеты «Юный журналист» работают по проблемам сегодняшнего дня. В следующем выпуске запланированы материалы на актуальные темы февраля. Скажи, пожалуйста, какие главные темы следующего выпуска, на котором вы сейчас работаете? 23 февраля и буллинг. А что такое буллинг? Буллинг – это когда школьников или кого-либо обижают. Изучаем новую информацию, которую мы, может быть, не знали. Пишем для детей что-то, чтобы они читали это, тоже понимали, что происходит в школе. Процесс подготовки газеты ребята изучают пошагово. Будущие журналисты пишут тексты и учатся профессиональные верстки. Сейчас у школьного издания есть своя цветовая гамма. Но ребята уже выступают с новыми предложениями. Газета должна же для детей быть. Если им кажется, что газета скучная по дизайну, начинаются добавляться какие-то смайлики, штучки, чтобы газета в первую очередь была интересна самим детям. Юные журналисты с удовольствием познают новый для себя мир новостей. Здесь надо не просто услышать, а понятно и доходчиво рассказать своим сверстникам. И, похоже, с этой задачей они намерены справиться на отлично.